МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе «Энергия». Новый отечественный ледокол, построенный для проекта «Сахалин-2», прошел крещение и получил имя Геннадий Невельской. Проект «О счастье быть мамой» заработал в Сахалинском театре «Кукол» при поддержке фонда «Энергия». Торжественная церемония имя наречения нового ледокольного судна, построенного для проекта «Сахалин-2», прошла в Хельсинге. Строили в Финляндии, но на верфи, принадлежащей российской судостроительной корпорации. Назвали в честь выдающегося мореплавателя и исследователя Дальнего Востока Геннадия Невельского. Оно будет ходить под российским флагом, оно будет приписано в Санкт-Петербурге. Экипажи в основном формируемы на Дальнем Востоке. Большая часть наших капитанов – воспитанники морской академии, морского университета имени Невельского. Для них имя этого судна будет само по себе предметом большой гордости, мотивации работать хорошо. Первый гудок на капитанском мостике даст крестная мама корабля. Научный сотрудник морского университета во Владивостоке Екатерина Соколова. Есть такая традиция у корабелов. Вместе с именем Геннадий Невельской получает символического опекуна. Новое судно не боится ни экстремальных температур, ни чрезвычайных ситуаций. И рассчитано на круглогодичную службу. Ничего подобного в мировом флоте раньше не строили. Событие знаковое не только для сахалинской энергии, а событие знаковое для всей нефтегазовой международной индустрии. Такого флота еще никто не строил. Это универсальный флот. Он построен, учитывая все наши необходимые операционные требования здесь, в тяжелых условиях работы на шельфе острова Сахалин, шесть главных двигателей, двумя подруживающими носовыми устройствами, спасательным оборудованием, спасательными катерами и шлюпками. Геннадий Невельской проработает на проекте «Сахалин-2» 20 лет. Судно будет доставлять различные грузы на три добывающие морские платформы, расположенные на северо-востоке острова. Это первое из четырех судов, построенных по заказу Совкомфлота для «Сахалинэнерджи». Здравствуйте, мои дорогие друзья! Актриса Олеся Смирнова понимает, к ней на спектакль вместе со взрослыми пришли самые маленькие театралы. А потому по-доброму объясняет, вот зрительный зал, а вот сцена, декорации. А это колокольчик. Он говорит о начале представления. Бэби-спектакль «Чудо-день» – это разговор о сокровенном. О материнстве. Главная героиня, Ма, проводит «Чудо-день» с вальдорфской куклой Елисеем. Его приносит аист. Елисей, как настоящий малыш, шалит. С любопытством смотрит на мир и делает в нем первые шаги. Режиссер Оксана Исаева говорит, «Толчком к созданию постановки послужило важное событие в ее жизни». Рождение моего ребенка явилось основным, главным толчком для рождения этого спектакля. И это не только для малышей сделано, но и для мам. Немножко напомнить, может быть, об этом чуде, об этом самом главном событии, которое происходит в жизни женщины. Бэби-спектакль «Чудо-день» – это только часть проекта, который придумали в Театре кукол и поддержали в Фонде социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи». Впереди творческие конкурсы среди старшеклассников, создание еще одной постановки с вальдорфской куклой, с ребятами помладше. И, конечно же, показы «Чудо-дня». Кстати, он идет в двух версиях, не только в летний, но и в зимний, которые так выгодно тоже друг от друга отличаются. И причем этот показ будет как для семей, как для малышей с мамами, как для беременных женщин, как для старшеклассниц. По словам авторов проекта, «Чудо-день» – из тех спектаклей, которые дают пищу для размышлений. Ведь за доброй, воздушной, легкой музыкальной постановкой, от которой так веет теплотой, скрывается важный разговор о счастье быть мамой.